Как звучит рэп в исполнении президента и можно ли выносить ребенка, не заметив этого? Обо всем этом прямо сейчас. Рэп от президента. Лидер Туркменистана Гурбан Гулы Бердумухамедов записал песню вместе со своим внуком. Слова принадлежат самому президенту. Музыку сочинил 16-летний Керим Кулы. Они по очереди прочитали куплеты песни, которая посвящена предстоящему авторали, достижениям туркменского спорта и красоте местной природы. Новый образ порно-звезды. В городе Коламбус, штат Огайо, арестовали Сторми Дэниелс, рассказавшую об интимной связи с Дональдом Трампом. На Сторме надели наручники за то, что во время выступления в стрип-баре она позволила клиенту прикоснуться к себе. Адвокат задержанной настаивает, что дело политически мотивировано. С глаз долой и сердце вон. Джонни Депп второй раз исправил татуировку в честь бывшей возлюбленной Эмбер Хёрд. Ранее на руке актера красовалось прозвище Эмбер Слим, по-английски худышка. Во время развода он изменил слово на скам, что означает мразь. На днях заменил его на мошенничество. Громкий развод пары потряс Голливуд в прошлом году. Неожиданное пополнение. Британка пошла в туалет и родила близнецов. 21-летняя Бет Бэмфорд из графства Стаффорд Ширт не подозревала о своей беременности. Растущий живот объясняла избыточным весом. За время беременности она несколько раз жаловалась на плохое самочувствие. Но врачи предполагали, что это вирусная инфекция. При этом у Бет есть двое детей. Рекордный маникюр. Обладатель самых длинных ногтей обрезал их после 66 лет отращивания. Индиец Шридхар Челал из города Пуна решился на процедуру из-за сильной боли. Шридхар всю жизнь трудился фотографом, используя специальное приспособление для работы. Суммарная длина ногтей 82-летнего старика составляла 9 метров и 9 сантиметров. Частичное солнечное затмение в пятницу 13-го. Необычное астрономическое явление завтра смогут наблюдать жители южного побережья Австралии, острова Тасмания и на части Антарктиды. Луна закроет солнечный диск на 35%. По данным НАСА, последний раз солнечное затмение в пятницу 13-го было в декабре 1974 года. В следующий раз ожидается в сентябре 2080-го. Американский беспилотник пересек Атлантику. Он вылетел с базы в Северной Дакоте и приземлился в английском графстве Глостершир, преодолев почти 7 тысяч километров. Это был первый в истории трансантлантический перелет средневысотного беспилотника. Длился он чуть более суток. К тому же впервые аппарат под контролем оператора за пределами прямой видимости из Америки достиг воздушного пространства Британии.